Чеченский терроризм и секретный центр пропаганды Кавказ, а также кто поставляет военное амбонирование чеченским боевикам, кто финансирует бандитов, учебные лагеря Хаттаба в Сержин-Юрте и тайные переговоры Бориса Березовского с бывшим министром пропаганды Чечни Владил Дуговым. Итак, смотрите совершенно секретно. Война, конечно, без жертв не бывает. Конечно, жертвы били. Нам очень жалко этих ребят. На эту территорию можно было поставлять любое оружие. Приезжал Борис Березовский. Мы его встречали. Я в то время как бы был начальник службы безопасности. То, что связано с выкупом, то, что связано с деньгами, оно всегда плохо пахнет. Вот этот патрон для тебя собак подолви. За пулу. Зиндан. Трапециевидная подземная темница. Узилище. Зиндан. Яма, где содержатся заложники и военнопленные. В 92-м году российская армия покидала Чечню, оставляя военные базы, передавая часть вооружения Грозному. Покидала для того, чтобы потом вернуться сюда вновь, но уже в ином качестве, для восстановления утерянного конституционного порядка. Кремль подталкивал оппозицию Дудаеву к решительным действиям. Это была странная война, по крайней мере, применительно к нынешним событиям в Дагестане. Официально Дудаев, разогнавший свой собственный парламент, был вне закона. Неофициально же Москва вела с ним сепаратные переговоры, каждый раз давая понять самопровозглашенному генералу, что его статус вне закона временный. Бывший министр обороны Павел Грачев успел выступить в Чечне в качестве парламентера. Именно он со страниц газет убеждал нас в том, что с Дудаевым можно договориться. После же расстрела и распуска в 93-м году в Москве Верховного Совета, Кремль исчерпал аргументы в диалоге с сепаратистами. Москва стала готовить чеченцев к войне против чеченцев. Получивший звание полковника российской армии, бандит Руслан Лобазанов, позже убитый людьми Басаева, стал гарантом спокойствия на теречном районе Чечни. Он часто появлялся на телеэкране, олицетворяя боевой дух части пророссийски настроенного населения Чечни. Интеллектуальный же потенциал по замыслу кремлевских стратегов должны были нести опальный председатель Верховного Совета России Хазбулатов, академик Хаджиев и Умар Авторуханов. Все они были уверены в том, что победа близка и дудаевский режим падет, не успев укрепиться. Это были времена, когда Россия еще не успела оправиться от бремени гайдаровских реформ, а имена политиков, позже сыгравших ключевую роль на Северном Кавказе, упоминались только лишь в особом контексте. Черномырдин Газпром, Березовский Логоваз, Лебедь Приднестровье. Генерал Лебедь, осуждая ввод войск в Чечню, выступил тогда с антимилитаристским призывом, предложив, правда, в свою очередь, сформировать из детей депутатов и правительства полк и отправить его на Северокавказскую войну. Лебедь попал в опалу и с этого момента началась головокружительная карьера генерала политика. Позже первым человеком в России станет Виктор Черномырдин, сумевший уговорить по телефону, захватившего в Буденовске заложников Басаева. Армия и внутренние войска несли страшные потери, но двигались вперед, в неизвестность. Над Грозным развивался российский флаг, а предводителем чеченского народа стал ставленник Кремля Доку Завгаев. Вы вспомните, что такое 1994 год. Это фактически начало реформации армии. Это первые шаги по восстановлению активной работы тогда Федеральной службы контрразведки. Поскольку вы знаете, что 1991-1992 год, это фактически шло разделение бывшего КГБ на ряд ведомств. Естественно, потенциал их был ослаблен и только-только пошло накопление этой работы. Третье, я бы сказал, что фактически, с учетом первых компонентов, ослаблена была работа Федеральной службы контрразведки в тот период на самой территории Чечни. И естественно, что те мероприятия, которые должны были бы вписаться в общий круг действий и в политической сфере, и в экономической сфере, они, видимо, недостаточно были проработаны. И самое главное, не хватило ресурсов для их реализации. Оружие поставлялось до начала военных событий 1994 года. Но по сравнению с тем оружием, которое было оставлено в 1992 году Дудаеву, это было такое количество, о котором даже говорить не стоит. Одновременно же у нас есть такие сведения, что даже и в 1994 году, незадолго до нашего входа 26 ноября в Грозный, сепаратисты, я имею в виду Дудаевы, его окружение, они получали оружие на складах в Моздоке. На территории России была черная дыра, то есть республика никем не признана, но на которой абсолютно не действовали никакие законы Российской Федерации, в том числе и, скажем так, контролирующие органы. То есть на эту территорию можно было поставлять любое оружие, любые, скажем так, вплоть до наркотиков и редкоземельных металлов. Фактически самолет или грузовик, который везет это все хозяйство, он едет по территории России. Но, пересекая границу Чечни, он попадает в зону не под контрольную никому. И оттуда уже выходят, вылетают самолеты с Грозненского аэропорта, выезжает колония автомашин, тоже уже никому не под контрольную. То есть вот этот анклав, в том числе и не так же перекачивается. То есть вот этот анклав, он был так вот... Вы видели, как Дэвид Копперфильд по телевизору показывали, вагон исчезает. Так вот, исходя из этой аналогии, я могу сказать, что вот так же исчезла республика. Дудаев хотел быть владельцем этой черной дыры. И все. И вы думаете, что его действия не были самостоятельными? Нет, не были. Я вам приведу еще один такой пример. В сентябре 92-го года Дудаев вылетает в Боснию. На самолете, груженном оружием и с полностью вооруженной командой. Вылетает под предлогом, что нужно объединить всех мусульман в борьбе с неверными. Вы помните, какие события были в то время Боснии. В Боснии самолет арестовывается миротворцами ООН. И вот представьте себе действия Кремля. Отсюда идет звонок, соответствующий кабинетом ООН. Как известно, Россия является постоянным членом Совета Безопасности. Естественно, что к ее мнению прислушивается, самолет вместе с главным сепаратистом отпускает. И он летит обратно в Россию. После войны Москва делала попытки восстановить разрушенную экономику Чечни. Так, во всяком случае, казалось. Перед изгнанием Завгаева и выводом российских войск из Чечни в Грозно еще приезжали многочисленные специалисты. Инженеры, строители, спасатели. Подсчитывали потери и оценивали ущерб. Так продолжалось до августовских событий 96-го года, когда армии был отдан приказ уйти. Уйти навсегда. Посовьюртовский мир, де-факто остановивший войну, до юра не значил ничего, кроме возможности частично контролировать нефтепровод южной артерии России, по которым через территорию, обновленной, набитой до отказа оружием Чечни, шли потоки черного золота. Восстановление Грозного, если так образно сказать, шло, не выходя из Москвы. То есть, здесь же перечислялись деньги, с одного счета на другой счет. Здесь же все это оформлялось. О том, что война пойдет гулять дальше по Северному Кавказу, знали даже за Полярным кругом. Так, после первомайских событий 96-го года, Салман Радуев объявляет террористическую войну России. Он грозит взрывами в Воронеже и Армавире. Его люди взрывают вокзал в Пятигорске. На этих кадрах вы видите лица боевиков Уна-Унсо из дружественной Украины. Все они обучались в лагере Радуева, проходили специальную диверсионную подготовку. Два года назад этот отряд был расформирован, а его боевики вернулись на родину. Часть из них осела в Виннице, пополнив ряды местных отделений украинских националистов. Если версия о том, что исполнители терактов в Москве вполне могли бы быть лица славянской национальности состоятельно, то следы террористов вполне могут уходить как на Украину, так и в Прибалтику, к так называемым лесным братьям. Я работал в внутренней контрразведке 6-го отдела, один из этих структур. И тогда мне давали конкретное и ясное задание, чтобы выявить, куда идет Радуев Салман, Радуев Салман, и в каком месте он будет делать теракт. Так как внешние структуры Чеченской Республики и Чхирии не хотели этого, так как это было политическое, политическое с их стороны, они боялись, что нарушит договор, подсветовский договор об окончании войны. Радуевы хотели устранить там на территории Чечни? Как вы думаете? Его несколько раз хотели устранить до года. То есть люди Масхадова группы? Да, так как несколько раз делали им покушение, но у них не удавалось. Это действительно были покушения, или это Радуев придумал, что они были? Это было действительно покушение. Какие планы были у Радуева в отношении России, Дагестана? Вы знали об этом? У него планы были таковы, что он хотел взять в Осетию, пойти на Осетию. Но он менял маршрут через каждые полтора часа. К событиям в Дагестане общественное мнение готовило пропагандистское ведомство Мавлади Удугова. Освоив новейшие технологии, осев как у себя дома на страницах интернета, организация с емким названием «Кавказ-центр» стала забрасывать мир откровенной дезинформацией. Тем не менее, многие сообщения «Кавказ-центр» перепечатывались газетами и выдавались за эксклюзивную информацию. Так в интернете можно было прочитать отрывки из книги под названием «Руководство к программе всемирного восстания мусульман». Автор – Надир Хачилаев, все еще депутат Госдумы России, правда лишенный неприкосновенности. В войне, не имеющей ничего общего с идеями ислама, намеренно придается религиозная окраска. Последний перл «Кавказ-центра», разгромленного в интернете неизвестным хакером, назвавшимся Лермонтовым, заключал в себе сенсационную новость о том, что якобы премьер-министр России Путин готовит физическую ликвидацию мэра Москвы Лужкова. Якобы выполнение именно этого условия стало главным при назначении Путина премьер-министром России. Исполнение же этой акции по утверждению «Кавказ-центра» было поручено бывшему секретному агенту Штази, спецслужбы бывшей ГДР. Удуговские разработчики не могли не знать о том, что Путин когда-то работал в Германии. Отсюда и берлинский след. Расчет настравливания российских политиков таким способом был сделан с прицелом на предстоящие выборы. Во время боевых действий в Дагестане чеченские боевики распространяли листовки с обращениями к российским солдатам и офицерам. Это обращение звучало так. «Солдаты и офицеры, мы обращаемся к вам с призывом срочно покинуть Дагестан и уйти в Россию. Если вы этого не сделаете, нам придется вас всех убить. В то время как новые русские евреи гуляют по Москве, ужираются долларами, вы гниете в окопах и умираете, защищая богатую жизнь негодяев, которые посылают вас на смерть, а сами забавляются вашими женщинами и жрут водку ведрами. Сегодня они хотят новой войны и вашей смерти, чтобы под шумок в очередной раз захватить власть в Москве. Солдаты и офицеры, у вас нет никаких проблем в Дагестане. Все ваши проблемы и враги, которые захватили Россию, в Москве. Идите в Москву и наведите порядок там. Заберите новых русских и их лизоблюдов, что действительно принадлежит нам и вам. Отнимите у них ваших женщин и богатства. Они принадлежат вам. Солдаты и офицеры, в Дагестане для вас смерти холодная могильная яма. В России вы можете стать хозяевами. Наши намерения серьезны. Мы идем и идем решительно. Наша родина здесь, а ваша в России. Для нас светлый рай, для вас адский огонь и черная смерть. Успеете уйти, останетесь живы. Такие листовки распространяли чеченские боевики. А это уже листовки, подписанные неизвестной пока организаций «Патриоты Дагестана». Удуговским ведомствам постоянно делается акцент на то, что Дагестан – многонациональное государство, где не действует или же действует частично законы шариата. В особые зоны выделяются земли, граничащие с Чечнёй. Таким образом, сегодня можно получить ответ на вопрос, почему те, кого сегодня называют ваххабитами, поднимают восстание в конкретных населенных пунктах – Крамахи, Новолакское, Ботлях. В Крамахи два года назад приезжал тогдашний министр внутренних дел России Сергей Степашин. И всех потом успокоил. Почему? Неужели он действительно не знал о том, что в Крамахах строится подземный город? Не знал о том, что практически в каждом доме склад оружия. Неужели наша агентура не докладывала, что этот район Дагестана готов к войне? Хотя именно Сергей Степашин чуть ли не первым стал обустраивать границу с Чечнёй, прикрывая дорогу для перевозки левой нефти. Пол Крамахан, значит, могу сказать, что информацию это мы располагали, располагали давно. И о том, что там готовятся, роют, окопят, дзоты, создаются укрепточки, это мы докладывали и не докладывали, и неоднократно, и руководство республики. Ну и в Москву, наверное, да? Ну, естественно, в Москву это в первую очередь. Потому что такого рода информация, значит, она докладывается немедленно, и есть по этому поводу соответствующие указания. О том, что в Крамахах образовалась независимая зона, так называемая, значит, зона, на которой распространялись только шариатские законы, это было известно уже давно. То есть такое государство в государство, да? Совершенно верно. Это так называемый, значит, независимый анклав образовался, где, значит, так называемые последователи чистого ислама, которых называют ваххабитами, изгнали из села, значит, официальную власть, это изгнали администрацию села, изгнали поселковое отделение, разоружили их вдобавок, и причем, значит, было несколько случаев, когда они уже физически расправлялись с сотрудниками МВД. Эти факты были известны, этот опухоль назревался давно и, возможно, из-за того, что своевременно не были приняты соответствующие меры, оно в последующем приняло именно вот такой оборот. Так, в Новолагский район заходил аварский спецназ. Эти люди тоже исламисты, они также молятся, как и поборники ислама из многих стран. Они чтут Коран и, естественно, верят в Аллаха. От хатаба и бордачей, отрезающих головы людям и публично расстреливающих на площадях городов без суда и следствия своих соплеменников, их отличает понимание и применение религии исключительно в мирных целях. Отрицание же веры для них это зеленые знамя ислама, окропленные кровью. Газават это священная война не против, это война за. Если, например, укреплят эти границы, как в Старопольском крае, я знаю, что сюда никто здесь не будет. Передайте нам оружие, мы состоим защищать свою землю. Любого вы здесь спросите, каждый из нас готов защищать свою родину. Это наша земля. Мы не нападаем. Защитить мы свою землю, мы всегда состояны. мы не идем ни на Чечню, мы не идем ни на каких соседей. Мы не в состоянии защитить свою землю. Но оружие давали легко? Да. Как получали? Оружие, честно говоря, которое вы здесь видите, здесь очень много оружия, которое мы сами купили. Но нам, я еще раз хочу сказать, большое спасибо университету полковнику Казанцеву. Он помог нам создать одну роту, спецроту, через военкомат в быстром порядке давал оружие тоже. Мы были на стрельбищах, ночью выходили в дежуре. То есть это не просто так, что всему населению раздали без разбора? это люди, которые через военкомат там не было такого, чтобы там пришел, ты дал тебе оружие, иди воюй. Все это идет в рамках закона, через военкомат, регистрируют. Способен ли нынешний президент Чечни Аслан Масхадов своими силами бороться с Хаттабом и наемниками, запланившими Чечню? Если бы ответ был положительным, то Хаттаба давно бы не было уже в живых. Но еще до боевых действий в Дагестане, Хаттаб свободно перемещался по территории Чечни и тайно приезжал в Дагестан свататься. Если вообще к этому человеку можно применить понятие хотя бы какого-нибудь цивилизованного обряда. В жены Хаттаб себе выбрал 16-летнюю Даргинку Бедагову Мадину. Впервые вы видите ее на фотографии. 26 июля 1998 года Мадина родила в городе Каспийский это Дагестан Хаттабу дочку. Отец Мадины Магомед частый гость в лагере Хаттаба. Террорист номер один в России должен был доказать чеченцам что он свой среди чужих. Нынешнее родство араба с представительницей другого народа дает ему теперь моральное право жить и трудиться на военном поприще в Чечне и сопредельных территориях. Основная база Хаттаба учебный центр Кавказ находится недалеко от села Сержа-Нью-Йорк. Сейчас вы увидите человека который проходил подготовку в лагере Хаттаба. Военные дисциплины в лагере были? В лагере знаешь нельзя курить нельзя пить нельзя ругаться сквернословить или голос друг на друга повесить за этим следили сами. А вот именно военные дисциплины преподавали какие-то военные дисциплины преподавали уже на другом сперва надо было Талибан закончить нам потом уже нас другую на военную там отбирали от нас кто хорошо учились тех туда а так если старшего нет у нас например нашего как старшего Шапи его уже убили неделю как не прошло Талибан учиться его убили чеченцы инструкторы были чеченцы или же представители других национальностей вот это я не знаю вот вас кто учил нас получил арабы основном узбек переводчик тоже был вообще вы много видели там арабов вообще иностранцев из других стран людей там и негр был и араб они там женились и семьями живет и негр тоже и негр тоже денег вообще как вы думаете много вот у инструкторов хорошо финансируются вот эти лагеря знаешь если мне деньги нужны я подхожу любую причину нахожу я говорю вот так вот так домой поехать деньги нужны деньги нету они давали деньги любому арабу подхожу они давали деньги не отказывали еще один задержанный переводчик Хаттаба Ашиков должен был наладить в Дагестане радиосвязь в советские времена Ашиков служил в Кантемировской дивизии и был специалистом по связи с кем собирался в Дагестане общаться Хаттаб Ашиков не говорит да и вообще теперь он считает Хаттаба бандитом любит Россию и ненавидит ваххабитов о воинственных планах своего шефа как теперь оказалось он узнал из московских газет информационный вакуум в Чечне по словам переводчика Хаттаба не давал ему возможности разобраться кто хороший а кто плохой вот в два года там жили вам платили какие-то деньги платили сначала тысячу долларов платили потом наверное доллар а рубля то есть тысячу рублей потом два рубля до тысячи рублей насколько мне известно арабский национальности они получили унижавые платы 200 долларов у арабов у арабов которые из Робестана пришли из Пакистана там из других стран они получали там 200 долларов как учителя или как что как инструкторы как инструкторы как учителя все учителя инструктора все все почему в лагере Хаттаба столько наемников из арабских стран действительно ли прорыв боевиков в Дагестан напрямую связан с прорывом к Каспийскому морю арабские государства экспортируя свою нефть не заинтересованы в том чтобы Каспий превратился во второй Персидский залив масштабная нефтедобыча на Каспий может сильно сбить цены на нефть на мировом рынке арабские страны заинтересованы в том чтобы нефть шла через Турцию а не через Россию но для этого Турции необходимо разобраться с курдской проблемой арест лидера курдов Аджалана первый пробный шаг в попытке разрубить нефтяной узел мы же воюем не за нефть во всяком случае так думают солдаты и офицеры сидя в окоп так же не думали солдаты о нефти и в Чечне как вы объясните тот факт что во время бомбардировок Грозного его окрестностей нефтеперерабатывающий завод остался цел и невредим вот вот эта вот сама ситуация она понимаете даже вот абсолютно в таком чисто военном плане она как-то дико выглядит во-первых завод нефтеперерабатывающий завод это очень удобное место для того чтобы скажем организовать линию обороны вот но боевики туда не заходили авиация не бомбила и вот спустя какое-то время я узнаю что часть или полностью этот завод значит находится в ведении Бориса Абрамовича Березовского но по поводу этого деятеля у меня особое мнение особое мнение это счета подтверждающие тот факт что филиал исламского центра Кавказ в Дагестане получал деньги на свое развитие из арабских стран через Азербайджан исламский центр Кавказ бюро в городе Баку накладная номер 0581 97 год получатель Мухаммад Шафи сумма 9000 долларов на ужин постящихся в Дагестане в 1418 году по мусульманскому календарю деньги вот какие-то получали люди которые проходили обучение то есть им потом платили если они попадали там в регулярные подразделения к Хаттабу к Раду к Басаеву деньги они получали таким методом они делали боевые действия снимали на видео отправляли или в Иорданию или в Пакистан оттуда через исламскую вот эту школу исламскую школу оттуда поступали календарю то есть оттуда приходили деньги да и они выдавали потом зарплату боевикам нет а куда деньги эти девались у вас есть данные они покупали оружие федерального же войска основного они покупали градные установки для града ракеты покупали СС-15 ракеты СС-5 ракеты а где они покупали эти ракеты ведь на территории Чечни нету войск на территории Чечни войск нету оружие стрелковое оружие поступало через Грузию через Азербайджан основное оружие поступало через Мазлоп сейчас в данное время на базаре вы не увидите старых оружий там оружие в силу новейшего образца то есть сейчас на базаре в Чечне можно купить оружие свободно нуля уже плод до зарубежного оружия почему Карамахи держится потому что у меня боеприпасы больше чем даже возьмем в Чечне боевики Хаттаба получают за каждую проведенную военную операцию денежную премию суммы достаточно гибкие все зависит от статуса Маджахеда и его квалификации но эти деньги копейки целевое же назначение крупных сумм проследить сложно известно только что в одном из лагерей Шамиль Басаев получив деньги от Хаттаба рассчитался со своими подчиненными фальшивыми купюрами оперативники управления ФСБ по Дагестану недавно изъяли Махачкале крупную сумму более 200 тысяч поддельных долларов деньги должны были уйти в Чечню непосредственно к Басаеву и если этот факт подтвердится то тогда с уверенностью можно будет говорить о том что боевики кидают свои же выдавая зарплату фальшивыми купюрами и еще на станции Дербент ФСБ арестовало вагон с грузом военного обмундирования и специального снаряжения с чеченской символикой груз состоял из камуфляжной формы военных палаток плащ накидок разгрузок для боя комплекта нашивок для военной формы трех родов войск бронетанковых артиллерийских пограничных главные военные уборы с чеченской символикой обмундирование для спецподразделений все это литовского производства часть груза сигнальные фонари и компасы американские всего на 613 тысяч долларов история эта развивалась по следующему сценарию литовское акционерное общество Скалмантос отправило контрабандный груз по железной дороге из Вильнюса в столицу солнечного Азербайджана Баку в адрес закрытого акционерного общества полиграф оттуда вагон с содержимым под видом сырья переадресовывается на Бесланский щебеночный завод что в Северной Осетии но руководство завода ничего не знает о каких-то поставках сырья это схема так называемого ложного транзита и так груз не подлежит проверке преследований в Баку по возвращении из Баку приадресовывается в Осетию а по пути в Осетию исчезает в Чечне помните вагон Дэвида Копперфильда на государственном уровне Литва никогда не скрывала своих симпатий к воюющим чеченцам экс-президент Литвы Ландсбергес несколько лет назад вместе с Аллой Дудаевой оплакивал литовских наемников погибших в Чечне Если кто-то подходит всех брать прикладывать на землю начать обыскать и так понятно руки за голову положите без моей команды никого нет так значит работаем так еще раз повторяю так первый первый ты второй ты я держу я общий руковод осуществляю внутренним и внешним кольцом то есть работаю все под моим руководством милиция ровни за голову чисто 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 снижающие вещества у меня здесь нет ничего гранаты у вас гранаты откуда у вас я спрашиваю вот здесь в палатке сейчас вот здесь таскаль таскаль все нормально значит сидеть будет одеться сидеть будет одеться так это что? это что? а не знаю я тебе говорю вот что вот это есть? это там есть ага вот это не знаешь ну это я знаю вот кто сейчас есть кто и знает слушай меня внимательно я не по человечески прошу очень плохо тебе я не знаю что но кто к чему это предназначалось вот такие штуки оружие оружие где это не будет Кто давал? Солдаты. Какие? Где-то забрали удвиженные. Я тебя спрашиваю, для чего это всё приготовил? Где? Где оружие есть? Я спрашиваю, где оружие есть. Ребята, оружия у меня никакого нет. Уходи-ка сюда. У тебя что такое? Вот, вот, вот. Вот это, умели по рукам. Не прикасайся к стилету. Не прикасайся к стилету. Ребята, если делал, то вспомнил. Сколько я помогаю? Руками не трогать оружие. Стилету не прикасайся, блин. Мы не пришедём второго раза. Понял? Нет? Что вы думаете? Что я говорю? Я сколько это вот... Я не помню. Туда ты солид, что ли? Не помню. Я говорю, здесь, конечно, в дом говорю. Здесь у меня там дома где-то. Давай туда. Так. Заметил, что это такое? Заметил, да? Заметил. Ты мне не сказал, что это у тебя. Зиндан. Трапециевидная подземная темница, узилище. Зиндан. Яма, где содержатся заложники и военно-пленные. Это укрытие, которое создано специально для того, чтобы удерживать заложника. Вот эту яму вырыли на небольшом вот таком склоне. Сверху вырыли и закрыли. Вот видите, здесь укрепление есть, арматура. Ветки, так далее. Сверху землей. И для того, чтобы легче было его вырыть, они его... Значит, у него длина немного чуть-чуть пошире. Вот так вот. Где-то до метра-полтора. А потом сверху закрыли, насыпали землей и оставили. И заложника, по всей вероятности, они опускали туда. И причем, сами сидели недалеко вот здесь, вот в этом месте, под укрытием. Значит, на ветке имеется, то есть на этом стволе имеются, видите, зарубки. Скорее всего, это считали дни, значит, сколько здесь удерживались люди. По проведенному нами, значит, анализу, вот только вот последний, ну, неполного месяца, то похищено где-то в пределах сорока человек. Это среди дагестанцев, я так понимаю, да? Это дагестанцы. Это только заявленные. Это только заявленные. Есть похищения, о которых не заявляют. Предпочитают самим договориться, значит, оплатить требуемую сумму, таким образом вызволять своих родственников, будем говорить, из заключения. А как вы думаете, это выход платить деньги террористам за то, чтобы освободить человека? Нет, я думаю, всем тем, которые сталкиваются с этой проблемой, значит, лучше обратиться в правоохранительные органы. Тем более, сейчас создано прям в это управление по борьбе с похищением людей. Значит, платя за эту, значит, за заложника, мы тем самым стимулируем и в дальнейшем деятельность этих людей. Неизвестно, сколько таких ям выкопано на территории Дагестана. Никогда не будет известно, сколько зинданов на территории Чечни. Но людей похищают каждый день. Этому парню, можно сказать, повезло. Его не успели продать, над ним не измывались и не заставляли смотреть на казни других людей. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии поступили тела российских солдат? Они поступают к нам, начиная с 13-го числа. По сей день поступило 54 трупа, начиная с боевых действий Бутевского района, затем с село Карамахи и сейчас Новолагского района. Ну, поступают с множественными огнестрельными осколочными ранениями. Ну, просто хочется отметить, что 6-го числа доставлено 6 трупов военнослужащих. Действительно, над которыми чувствовалось, что было, ну, люди издевались над ними. Помимо нанесенных этих огнестрельных и колото-резанных ран, были перерезаны шеи. Ну, это была страшная картина, конечно. Два месяца Денис Дигров пробыл в плену. Срок по нынешним временам небольшой. Но за эти два месяца он похудел на 15 килограммов и стал плохо видеть. У меня в четырех, в пяти местах вот так вот держали. Вот в четвертом месте, вот когда меня держали, я в ящике лежал. Ну, месяц, наверное, вообще не вставая. То есть ты держали в ящике? Да, я как лежал, ящик такой длинный, вот такой где-то я как лежал. Ну, высотой я как руку поставлял, он как раз вот так вот был. А как же, а кормили чем-то? Да, ну, мне в сутки давали, там, полбулки хлеба, ну, воды наливали. Когда чай давали? Ну, раза два, может, вареные кукурузы закидывали. И как-то раз он на меня, вот, что, держал меня. Сначала двое было, а потом он все время как со мной в этом доме один оставался. Он на меня, типа, домой хочешь? Я такой, ну, конечно, хочу. Вот уже, типа, на меня вот война началась сегодня уже. Вот, когда началось... Извините, люди были вооруженные? Да, вот, потому что нас ввели вот с этого места, он как вел. Один высокенький такой, чуть повыше у меня был, у него АКС, вот, автомат. А второй, вот, что пониже, был у него, как пистолет, ну, не знаю, какой маркетинг, с глушителем был. И вот, когда вот ящики вот меня вот в этом держали, он такой, домой хочешь? Я такой, да, хочу. Тут я, такой, типа, тоже хочу. Я такой, а что мы не в Дагестане? Тут такой, а что ты, ну, не понял, типа, мы сейчас в Чечне находимся. Ну, я думаю, мы в Чечне не находились, так как вот с этого, с того места, ну, всего ночью, ну, как, ночью. У меня, как, перед тем, как переводить, ну, давали где-то, ну, грамм сто водки, и после этого, как, ну, видать, что-то добавляли, еще... Подсыпали что-то? Да, ну, не помню, так как, местами как понял, или как-то я лаваш начал есть тоже, чувствую что-то не то, смотрю, как лаваш разламываю, там четыре спички, и бумажка какая-то свернута. Я развернул, там, как, ну, серая спичка, головка мочит, и написано было, типа, ну, как написано то, что напиши с какого-то батальона и с какой части. Ну, я взял бумажечку, также вот этими четырьмя спичками, ну, нацарапал, вот, с первого батальона, ну, 92-558 часть, вторая рота. Я как лежал на матрасе таком, ну, и под угол подклал. Ну, вечером меня как вывели, в туалет заводили кого-то, ну, вывели, а потом обратно меня заводят, я думаю, ну, интересно, поднимаю, это, записки уже нет. На второй день, когда начали кормить, я уже лаваш разламываю, смотрю, тоже опять четыре спички, и свернуто. Ну, раскрыл эту записку, и там также нацарапано, я твой замполит, напиши, что обо мне говорят в батальоне. Ну, я также нацарапал, ну, я как был в батальоне еще до этого, ну, и хранчик как украли, вот. Там, ну, говорили, ну, ходили слухи, что за них выкуп просят. Ну, я нацарапал, за вас, по-моему, хотят выкуп. Ну, и также потом в этот день меня увезли оттуда. Денис чудом бежал из плена. Его охранники, думаю, что он ослаб настолько, что не сможет больше передвигаться, даже не запирали его на ночь. Денис выбрался из подвала, где его держали, через узкую форточку. Он бежал всю ночь, не разбирая дороги. Счастье Дениса, что держали его в плену на территории Дагестана. В Чечне с ним вряд ли бы стали церемониться. Судьба же пленного офицера, передававшего Денису в хлебе записки, до сих пор неизвестна. До недавнего времени освобождением военно-пленов в Чечне активно занимался Борис Березовский. Человек, который долгое время был рядом с ним, возглавляя с чеченской стороны комиссию по обмену и возволению солдата и офицеров из плена Балауди Текилов, уверен в том, что ни за одного солдата не было заплачено ни копейки. Правда, Текилов проводит четкую грань между военными и гражданскими. Приезжал Борис Березовский, мы его встречали, я в то время как бы был начальник службы безопасности Центральной объединенной комендатуры. Вот приезжал, я лично ему организовал переезд, охрану к Салману Радуеву, туда Герзель. Вот, участвовал в переговорах с Салманом. К Салману приезжали многие люди, многие представители, в том числе и в то время командование вооруженных сил Чеченской республики на предмет освобождения, условия освобождения пензенских ОМОНовцев. Вот, в тот момент мне почему-то он понравился. Десять ОМОНовцев было отдано, 50 безвозмездно. Один этот человек, Салман Радуев, в присутствии представителей Чеченской республики, в то время, я помню, присутствовал первый вице-премьер Бессултанов, Шамиль Басаев свои росписи сделали, Радуев. С другой стороны, на бумаге была роспись Березовского со стороны России и Михайлова, вроде бы, точно не помню, но, да, со стороны России Михайлов был и Березовский. Что российская сторона берет на себя ответственность в освобождении 11 заключенных, то есть содержащих под стражей вследствие или денег в других местах, лишения свободы которой, 11 чеченцев или ингушей, которые наказаны или ждут за суда или за следствием не тяжкие, которые совершили преступление. Вот должны были их освободить в обмен 11 на 11. Без этого условия, ну, не могло быть освобождения пензенских ОМОНовцев. За тем, как акт доброй воли, за то, что так получилось, что спасены с такой-то жизнью, Березовский подарил Салману Радуеву часы. Вот единственное, это был подарок. Как его его... Роликс, я помню. Нет, там не Роликс был, там другое название было, но не Роликс это был. Вот. Как это трактовать, взятку он дал, не взятку дал, это уже не мои вопросы. Но в тот момент это как бы, ну, знак дружбы, что ли, или знак того, что вот такая вот, ну, произошла вот такая операция. Были подарены часы. Вопрос, кто, кому и почему доверяет, всплыл в связи с опубликованными в одной из московских газет телефонными переговорами людей с очень похожими голосами на Березовского, Удугова и компаний. Есть ли криминал в этих переговорах? Кто осуществлял радиоперехват на коммуне военной операции в Дагестане? Если о вторжении боевиков знали заранее, то почему факт переговоров всплыл именно сейчас? Закрытое акционерное общество «Чеченская сотовая связь» функционирует и по сей день. Установкой и налаживанием этой связи в Чечне занимались представители британской компании «Грэйнджис Телеком». Англичане Питер Кеннеди, Даррен Хики, Рудольф Петчик и новозеландец Стэнли Шоу. Бывший вице-президент Чечни Ваха Арсанов обвинил сотрудников британской компании в шпионаже. После чего англичане и новозеландец были зверски убиты. Им отрезали головы. Появилась распечатка с подозрением, что это был голос Березовского, с подозрением, что это был голос Удугова. Вы не могли бы рассказать, как был сделан этот перехват и откуда вообще эта информация появилась? Ну, вы знаете, перехват делает сейчас при нашей технике, это несложно. Делают перехват сами чеченцы, делаем перехват и мы, это никому не секрет. Но в данной ситуации, значит, кто это, это принадлежит ли голос Березовскому или Удугову, мне трудно сказать, потому что я это не слушал, эту кассету. А то, что перехват был, значит, то, что переговоры были, я в этом не сомневаюсь, потому что Березовский неоднократно лично сам, значит, участвовал в том же процессе вызволения заложников. Сотрудник ФСБ, полковник, который передал якобы эти пленки редакции газеты, был убит. Как вы прокомментируете вот такую информацию? Здесь хорошее такое выражение, наверное, не стоит комментировать глупости. Но в данном случае эти глупости целенаправлены, на мой взгляд. И они чем-то напоминают определенные операции психологического прикрытия, которые используются в период ведения боевых действий органами психологической войны. Я не хочу сейчас никого обвинять, но сам расклад вот той информации, которая проходит, она наталкивает на определенные мысли. Если люди, я далек от этого мысли, что они связаны каким-то образом и поддерживают террористов, я это исключаю. Но это, к сожалению, вот фонд, который сегодня имеется, социально-экономический, и фонд, в том числе событий, происходящих в Дагестане, он используется в политической борьбе. Так вот, то, что вы упомянули, это как раз, мне кажется, элемент вот этой политической, психолого-политической, если хотите, войны. И, естественно, я могу сказать однозначно, мы специально провели работу через управление кадров, взяли список полностью наших сотрудников за весь текущий год, потерянным причинам ушедших из жизни, погибших в автокатастрофах, в результате несчастных случаев, в боевых операциях и так далее. И ответственно могу вам сказать, что никакого полковника, а если с привязкой к Дагестану, то тем более в Дагестане, у нас таких данных нет о гибели наших сотрудников. И тем более с привязкой их к каких-то проведению мероприятий по получению информации из зоны Чеченской республики, либо из Дагестана. А что касается, в принципе, возможности получения информации, то я могу сказать, что ФСБ, как и другие спецслужбы, используют все возможные источники информации, и все возможности для получения этой информации, включая и определенные перехваты, радиоперехваты. Конечно же, естественно, мы работаем не по российским гражданам, которые законопослушны, а работаем по преступникам прежде всего, по тем источникам информации, которые исходят из Чеченской республики, и, естественно, занимаемся центрами передачи информации вот тех бандитских террористических группировок, которые существуют в виде тренировочных лагерей, в виде самозванных армий различных и так далее, что касается и Шамиля Басаева, и Хаттаба, и некоторых других. Сам Борис Абрамович не отрицает факта этих переговоров. А с другой стороны, факт то, что он давал им деньги, давал им компьютерную технику. Это возможно доказать? Ну вот я вам приведу такой пример. Такие деньги. Вся республика разрушена, людям кушать нечего, а у тебя вот, скажем, как, живешь как кувейти, шейх. Самого Басаева дома нет. Ну, отец говорит, отвечая на этот вопрос, мол, нам Борис Абрамович Березовский подкинул 3 миллиона долларов. Вот, поймите, это Борис Абрамович Березовский, бывший замсекретаря Совбеза. Совбеза, я еще раз это подчеркиваю. О чем он может говорить с тем, кто прогеройствовал за спинами беременных баб Буденовский, и на что он ему может давать деньги? Пожалуй, первый раз за долгое время армию и внутренние войска перестали смешивать с грязью. В Дагестане наших ребят встречают как освободителей. Правда, так же, как и во время чеченской кампании, есть вещи, которые сложно объяснить. Например, невозможно объяснить, почему каждый раз удается выйти из окружения главарям-головорезов. Казалось бы, бандиты в кольце, им некуда деваться, но в самый последний момент вдруг образуется коридор, по которому, как песок сквозь пальцы, утекают остатки банд в Чечню. Так, поиски одного из лидеров-ваххабитов, Надира Хачилаева, всякий раз заканчиваются неудачей. И Хачилаев объявляется то в Карамахах, то в Новолагском районе, то в Чечне. Похожая ситуация уже была, в Первомайском. Помните романтическую историю о 40 снайперах и бегущем босиком по снегу Салмане Радуеве, вышедшем целым и невредимым из окружения с остатками боевиков. Правда, у Хачилаева, в отличие от Радуева, ситуация незавидная. Недавно Шамиль Басаев заявил о том, что лично отрубит голову народному депутату Хачилаеву за то, что тот не встретил его отряды в Карамахах. Армия и внутренние войска несут по сравнению с чеченской компанией неизмеримо меньшие потери. Мы научились воевать. Точнее, научились хоть немного беречь своих солдат и офицеров. НАТОвские летчики, бомбившие Югославию, возвращались домой победителями. Их никто не называл заложниками чужой политики. Они выполнили долг перед своей родиной на чужой земле. Мы же у себя дома. И словосочетание военной кампании не заменит значение слова «война». В Дагестане понятна цель и средство для ее достижения, как для армии, защищающей дагестанскую землю, так и для противника, развязавшего войну. Пошлют ли дальше армию в Чечню? Помнит ли в Кремле, чем закончилась для тысячи солдат война за нефтяную трубу? Ретроградная амнезия, распространенная болезнь в пределах Красной площади. Самое страшное – осознавать тот факт, что все мы, как и наши враги, сидим в одном большом политическом зиндане.